Приветствую вас! Ну вот знаете, прочитал я ваше сообщение, прочитал ваш вопрос и вы знаете, отвечая на ваш самый последний вопрос, то есть где найти 24 часа еще на дела и что с вами не так, я хотел бы сказать следующее и очень важное. Значит, с вами, именно с вами, все более чем в порядке. По крайней мере, по моему мнению, у вас все хорошо. Даже, знаете, более чем все хорошо. Прямо что, вы только подумайте, вы взвалили на себя обязанности, ну по сути дела мужчины, вы взвалили на себя то, что обычно делает мужчина в семье, ну по крайней мере иногда, по крайней мере по большому счету. И ваш муж еще получается недоволен тем, что вы, собственно говоря, делаете. Ну, согласитесь, что это по меньшей мере не совсем адекватное поведение именно с его точки зрения, именно с его стороны, а не с вашей. И у меня есть к вам вопрос. Почему вы склонны воспринимать себя как сторону, как субъекта, который делает что-то не так? Почему вы своего мужа не воспринимаете, не допускаете, точнее, не допускаете, что ваш муж может сделать что-то не так? Что у вашего мужа есть мотив вести себя подобным негативным образом. И почему вы считаете, что именно ваш муж может неправильно поступать по отношению к вам? Вот это для меня не очень понятно. То есть вы так уверен в том, что именно вы виноваты в том, что происходит. Но ведь вы и так стараетесь делать все, что в ваших силах. Вы и так делаете все, что возможно. И ваш муж еще не доволен. Так почему же вы сами себе не задали вопрос, а может быть проблема в нем, а не в вас? Может быть проблема именно в вашем муже? В том, что, как вам уже сказали в общем и целом мои коллеги, что может быть ваш муж просто испытывает комплекс неполноценности на вашем фоне из-за того, что вы получаете, условно говоря, больше него. Мольше чем он вы получаете. И в большей степени вы выполняете роль мужчины, а он видит в вас себя и это его, мягко говоря, раздражает. И, возможно, он даже сам не осознавая того факта, что высказывает вам по сути беспочвенные претензии, проявляет свое недовольство тем, что вы как бы выступаете для него в качестве соперника. То есть вы для него соперника в том, что он чувствует проигрывать. То есть в том, в чем он, по его мнению, по его ощущению, проигрывает. И, пожалуй, этот момент, то есть момент, при котором вы как бы сами себя, вот я тут только не знаю, зачем и что вас заставило это сделать. А момент, при котором вы сами себя как бы загоняете в это положение, на вас все больше и больше наваливают обязанностей. Это не вина вашего мужа. И это не ваша вина. То есть на ваш вопрос, что с вами не так, я бы ответил таким образом. С вами все нормально. Но что вам движет при выборе такой модели поведения? То есть почему вы так себя ведете? Почему вы позволили себе так много на себя взваливать? Ради чего это? Для чего вам это? Что вы пытаетесь сами себе, может быть, доказать? Что вы пытаетесь сами себе показать, может быть, вашему мужу, что вы пытаетесь показать? Ну, есть стимул у вас. Есть у вас мотив для того, чтобы так себя вести. И вот с этими мотивами нужно разбираться, потому что он, этот мотив, изначально не такой уж и правильный. То есть вы поступаете правильно сам, но вы поступаете нормально, адекватно, верно и так далее. А вот мотив, который заставляет вас так себя вести и который, по сути, делает вас соперником мужчины, он не совсем верный. И надо бы понять его причину, понять причину того, что вы делаете. Зачем? Почему? Для чего? Что вас заставляет? Ну и так далее. Понимаете? Путь может всему причина ваших детско-родительских отношений, где на вас также накладывали много обязанностей и много же требований. Путь может причина это особенности вашего взаимоотношения с мужем. И тогда надо бы разобрать с какого момента это все началось. То есть с какого момента человек считает, человек, ну, убеждет, что имеет право так вам говорить. То есть, ну, объективно, вот, мужчина же адекватный человек. Он, наверное, понимает, он видит, он не может не видеть, что вы работаете, что вы действительно стараетесь, что у вас есть, ну, как бы, дела и что вы физически не можете успеть все сделать. И он все равно на вас наезжает. Он все равно предъявляет к вам претензии. Зачем возникает вопрос? И, вы знаете, как бы, резюмируя то, что я сказал, хочется, ну, как бы, обрисовать так. Значит, с вами не так. Только то, что вы позволили сами себе оказаться в подобной ситуации, в подобном положении. Вы сами на себя взвалили вот эти обязанности. Вопрос в том, для чего, почему и, ну, зачем? То есть, если, например, вы это сделали для себя, то для чего? Какую цель вы преследуете? Если это сделал ваш муж, то тоже вопрос. Какую цель преследует ваш муж? Зачем ему это? Зачем он взвалил на вас это? Вопрос очень важный. Далее. Проблема с вашим мужем. То есть, мужчина не ценит того, что вы делаете. И, к сожалению, ситуация такова, что он и не будет ценить, потому что вы, судя по всему, сам также не цените то, что вы делаете. На чем основано мое суждение, я вам, в принципе, могу показать. Вы действительно работаете и живете, а в числе не на износ. Это правда. Я надеюсь, что, ну, спорить с этим вы не будете. Что вы работаете на износ. И тем не менее. Несмотря на это, вы не только не считаете, что вы делаете недостаточно, но вы и, как бы, потакаете мужу в том, что он говорит, что вы недостаточно делаете. То есть, вы с ним соглашаете. И вот этот момент является ключевым для вас. Обесценивание, недостаточная оценка того, что вы делаете. И причина этого может быть только в том, что вы сами себя недостаточно любите. Что вы сами себя недостаточно уважаете. Что вы сами себя недостаточно цените. А это почти всегда следствие неуверенности в себе. И вот откуда у вас эта неуверенность в себе взялась, большой такой и важный вопрос. Понятно, что не сама по себе. Понятно, что она была сформирована кем-то. Но тем не менее, если вы не будете, если вы не измените отношение к себе, то и ситуация относительно того, что происходит у вас сейчас, также не изменится и будет оставаться той же. просто потому, что у вашего мужа не будет никакого стимула для того, чтобы что-то менять. Ну а зачем? Зачем что-то менять, если у вас, у него и так все хорошо? У него все есть, его все устраивает. Зачем что-либо менять? Ну вот, сами попробуйте задать себе такой вопрос. Зачем что-либо менять? Если у него и так все есть. Значит, вам нужно будет все себя устраивать, показать, что подобное поведение для вас неприемлемо, и внушить мужчине, что если он не изменит отношение к вам, то вы, ну, собственно говоря, от него начнете отдаляться. Это действительно так. Вы его не рабите на самом-то деле. Вы не обязаны делать то, что вы делаете. Вы не обязаны работать на износ, не обязаны вредить себе. Но вы это делаете. И весь вопрос в том, для чего? Для чего вы это делаете? В чем лично ваша заинтересованность? Вопрос очень, очень, на мой взгляд, важный. Теперь, дальше. Что касается вашего мужа. То у вашего мужа, ну, определенно тоже неправильное понимание того, что происходит. Ну, если, например, он считает, что вы ничего не делаете, пусть делает сам. Если он считает, что вы ничего не делаете, пусть он приведет вам идеальный вариант того, что, по его мнению, является, ну, так состоянием, когда вы делаете все. Вопрос в том, насколько это для вас осуществимо, и откуда вообще ваш муж это взял? Откуда он взял, что для вас какие-то вещи могут быть осуществимы? Непонятно. Не очень понятно, по крайней мере. С этим вам тоже нужно разбираться. Проблемы с планированием времени у вас нет. Вести вам нужно себя в направлении большей любви к себе, большего уважения к себе, большей ценности к себе. И понять, а что же он вас, собственно, заставляет идти на поводу вашего мужа? Может быть, вы от него в чем-то зависите? Может быть, вы в чем-то нуждаетесь в контексте его? Если так, то именно с этим моментом и нужно будет работать. Дальше. Что-то заключается в том, что вам нужно прорабатывать свои мотивы, свои желания, свои смыслы того, что вы делаете. Необходимо осознавать и контролировать то, что происходит именно у вас внутри. То есть, вы делаете что-то, а вы не остановите для чего. И вы понимаете, какую хотите получить реакцию на то, что вы делаете. И вы так же, так же, ни в коем случае не обязаны себе вредить. Вот это, наверное, первое, с чего стоит начать. Перестать себе вредить. Вы сейчас себе вредите. И мужчины видят, что вы можете еще и еще, что вы готовы взвалить на себя еще и еще больше обязанностей. Так почему бы это не сделать? И он на вас это делает. Он взваливает на вас еще больше обязанностей. Дальше. Значит, работа это не... А спрашиваете вы, разве работа это не дело? Дело, конечно. Поход в магазин, планирование обещали, как мне себя вести? Ну, в принципе, я вам, наверное, сказал. Ну, надо нанимфировать ваши отношения с вашим мужем, с какого момента это началось. Вы здесь не говорите ни того, сколько вы женаты, времени, ни того, сколько вам лет. Может быть, это все, все, что происходит сейчас, это следствие наличия у вас между вами, определенных проблем, которые дают особе знать. Но вот то, что вы взваливаете на себя много, больше, чем вам явно само и по силам, это плохо. И с этим нужно разбираться. Для чего? Почему? Если вы хотите, чтобы вас не обещали, нужно себя уважать. Чтобы себя уважать, нужно себя любить. Чтобы себя любить, нужно сначала перестать действовать в себе во вред и четко разграничивать то, что вы делаете для себя и в своих интересах, а также в интересах семьи, и то, что вы делаете себе во вред, и это для вас неприемлемо. Вот именно так и нужно вам работать. Далее, нужно сказать, что мужчине нежелательно видеть вас соперником, мужчине нежелательно видеть вас как конкурентом. и сама по себе вот эта вот конкуренция, она вам ничего хорошего не принесет, как вы можете видеть. И если мужчина, например, говорит, что вы ничего не делаете по дому, то вы можете совершенно спокойно ему сказать, но ты зарабатывай столько, чтобы нам хватало на этих царах, я буду больше времени посвящать дому и больше делать, и тогда все будет в порядке. То есть мужчина хочет, чтобы вы успевали и там, и там, и там, а это невозможно. И он знает, что это невозможно. Он знает. И если он знает, то получается, что ему нужно выращать свою негативную энергию на вас. Возникает только один вопрос. Откуда эта негативная энергия взялась? Связана ли она с его проблемами личными? Связана ли она с проблемами между вами? Вот на эти вопросы и нужно отмечать. Я бы порекомендовал вам, ну, может быть, одну или две консультации с экспертами на уровне приватной беседы для того, чтобы лучше разобраться со всем этим. Ну, может быть, потребуется больше, но для первичного хотя бы понимания того, что происходит, лучше все-таки именно так. Потому что у вас определенно это модель поведения. Определенно это модель поведения у вас уже не первый год. А, соответственно, для того, чтобы менять модель поведения, нужны мотивы и четкие цели. Вот выработкой этих мотивов и целей вам и нужно заниматься. То есть, новое смысл образования вашей деятельности. Это ваша основная сейчас цель. Поменяйтесь вы, поменяются ваши мышки. Но если вы останетесь в той же, то им мышки не меняться не будет никакой нужды, потому что его все устраивает. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok